Спасибо вам большое, Нина Ивановна, что вы все-таки инициировали этот процесс, да? Нина Ивановна молодец. Да, и поэтому с удовольствием мы пришли для того, чтобы вот точно видеть все эти проблемы, которые есть. Это вроде бы кажется мелочью, но когда человек с этим сталкивается постоянно, да, и когда тем более, что человек приходит в учебном учреждении, чтобы выздороветь, полечиться, но все эти раздражители, они точно здесь не должны быть. Конструктивный диалог – главный стимул к улучшению работы. Именно так оценил итоги встречи главный врач Видновской ВРКБ Бутай Бутаев. Уже в начале беседы жители озвучили ряд вопросов, относящихся не только к работе офиса врачебной практики в Расторгуеве, но и к функционированию системы здравоохранения на территории всего округа. У нас военный городок бывший, это поселок Петровска. Знаю. Там у нас есть возможность открыть те, что это Куршинский пункт. Пошла к андокринологу, к самокардиологу, они даже анализ не посмотрели. У нас освещение такое, что можно не увидеть, что и как, в какой кабинет. Я иду, мне скажут, что тот кабинет, а я не увижу цифры, номера кабинета. Относительно состояния врачебного пункта в Расторгуеве, Бутай Бутаев заявил, что в ближайшее время, когда будут найдены средства, здесь будет произведен ремонт. То, что мы делаем всегда, это первое, это свет-пол. Да, значит, свет, чтобы, ну, пол, чтобы был ровно, никто не споткнулся, а свет, чтобы, ну, соответственно, обидели все. Это у нас было вообще первое действие, которое мы должны были сделать и сделали. И в Аладарке, и в Разилке в том числе. Звучали вопросы о сложности записи к узким специалистам. Оказалось, что эта тема уже проработана. И 7 апреля на вокзальную 8 прибудет выездная бригада, которая обследует взрослое население. Мы создали выездные бригады узких специалистов, которые выезжают регулярно в каждую амбулаторию. Значит, сначала мы сделали по одному разу, потом увеличили до двух раз в месяц. Потому что это актуально. Поэтому, значит, ваши желания и ваши пожелания и рекомендации для нашей совместной страны, они исполнимы. На встрече, которая длилась в течение часа, главный врач в РКБ постарался ответить на все вопросы местных жителей и призвал их активно делиться проблемами, в том числе и с помощью социальных сетей. У нас есть телеграммный чат «Видное здоровье», да? Он, значит, подключайтесь, мы там многие вопросы такие вот оперативно решаем. Мы стали самыми лучшими, самыми активными в Московской области в этом чате. Это мы единственные, в котором в этом чате находятся все наши руководители. Проводить встречи с местными жителями – постоянная практика, которая активно используется руководством в РКБ для выявления слабых мест в системе здравоохранения Ленинского городского округа. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова